Итак, сегодня будем говорить о функционале менеджера. У нас новый курс «Школа менеджера». Я вам в прошлый раз очень подробно говорила сегодня про функционал менеджера, поэтому сегодня я несколько с другой стороны постараюсь вам про это рассказать. Возможно, где-то что-то вы со школы лучи вынесли, где-то что-то сегодня вас зацепит, где-то жетончик провалится и станет все на свои места. Ребят, я знаю, что в Молдове менеджер у нас вернули 12%, хотя раньше тоже было 9%. В России остались менеджеры с 9%. Мы добавляем в менеджерский чат именно с 9%, потому что к этому моменту обычно у людей уже есть две веточки как минимум. Если это активный менеджер, если он не за счет команды вышел, за счет спонсора на уровне 9%, а сам активно включился в работу, то у него 100% есть две ветки, он уже либо умеет, либо учится делать 150 бонус-баллов, и он уже включается в работу со своей командой. При нашем построении в глубину иногда бывают такие ошибки наших менеджеров, когда спонсор пригласил, пусть спонсоры работают. Это же не мой новичок, но я его регистрировал. Чтобы не было таких проблем, вы должны прежде всего понимать, что вся команда, которая зарегистрирована ниже, это ваша команда, и вам с ней работать. Если вы уже менеджер 9%, буду говорить именно так, всех с 9% уже считаем менеджерами. Как они там написаны в кабинете, это уже другой вопрос. Менеджер прежде всего уже начинает работать с командой. Это не значит, что нужно полностью забыть про рекрутинг, и заниматься только сопровождением. Это большая ошибка менеджеров. На 9% основная работа – это рекрутинг. Немножечко побольше, подробнее про это чуть позже говорим. Миша пишет, я добавляюсь даже к новичкам Яны, которые подо мной. Все правильно, Миша. Они должны знать, что к тебе тоже можно обращаться. Это работа командообразования. Большой молодец. Итак, приступим. Предлагаю такую схему деления. Я думаю, вы со мной согласитесь. Все-таки с 9% будем относиться к менеджерам внутри команды. А там уже пусть в кабинете пишут с 12, либо с 9 в России. Это уже отдельный вопрос. Итак, 0,6% – консультанты, люди, которые осваиваются с работы. Иногда, знаете, мне очень понравилось, на вебинаре Миша, по-моему, сказал, что 0,9% – это еще стажировка. На самом деле так оно и есть. Именно в это время вы проверяете себя, готовы ли вы сталкиваться с трудностями, готовы ли вы двигаться вперед, готовы ли вы создавать ЛТО, организовывать работу команды и так далее. С 9-18% – это менеджеры, люди, у которых уже есть хотя бы небольшая, но своя организация, и не важно, кто зарегистрировал человека в глубину. 18% – это уже практически без 5 минут директор. Дальше у нас идет функционал 22% – старший менеджер, и дальше уже директор и выше. На каждом этапе есть свои особенности, свои особенности работы, те моменты, на которые следует уделить больше всего внимания. Если 0,6% – консультанты, то какой у них основной функционал, ребят, как вы считаете? На 0,6% – что основной функционал, который должен выполнять человек на этом уровне? Все правильно, Ян. Его основная задача – научиться рекрутировать. А вот дальше уже в менеджерах начинается уже навык сопровождения команды. Не только новичка, но и команды. Знаете, иногда бывает такая особенность, ошибка у наших менеджеров. Вот они выходят на 9%. Кто себя узнает или узнавал, когда там ошибки рукой, и все, я уже менеджер в 9%, мне нужно сопровождать команду. И очень много времени мы уделяем именно на сопровождение новичков, сопровождение команды. Это большая ошибка, потому что на 9% еще нужно 90% своей работы рекрутировать. А вот старший менеджер, 22%, у него уже идет другой перекос. Ему уже, конечно, нужно больше сопровождать, больше сопровождать новичков, больше общаться с партнерами, с ключевыми партнерами. И на рекрутинг у него не всегда остается много времени. Очень здорово, если вы на этом уровне будете продолжать рекрутировать и сопровождать отлично своих новичков. Это удается не всегда и не всем, найти такой баланс. Но иногда для того, чтобы ваша команда успешно развивалась, необходимо в каких-то моментах пожертвовать своим рекрутингом и уделить внимание больше на сопровождение. Потому что не всегда партнеры качественно заводят новичков и качественно сопровождают людей. Это очень важно. Ребят, карьерная лестница. Давайте пишите, кто на сегодняшний год какое звание запланировал. Вот в 17-м каталоге 17-го года в каком вы звании? К 14-му, 12-го, 17-го. Алтой директор Сапировый, старший золотой. Подарок на день рождения. А, поняла, Миша. Все запомнили. 14-го, 12-го, Михаила, день рождения. Ребята, у меня большая просьба к нашим менеджерам. Пишите, пожалуйста, имя полностью. Золотой. Дарин, я вот думаю, что если ты немножечко постараешься, то можешь и более высокое звание сделать. Мне кажется, для тебя золотой немножко мелковат. Клиссан золотой. Отлично. На самом деле, ребята, вот это вот звание, да, на 17-й каталог, вы можете сейчас рассчитывать из количества ваших лет. Если у вас 2 ветки на данный момент, то самое минимальное звание, которое вы можете достичь в 17-м каталоге, это золотой директор. Если у вас 3 ветки, то это старший золотой. Если у вас 4 ветки, то это субфир. Если у вас больше веток, да, вы можете даже сделать бриллианты, если хорошо поработать. Сейчас вот самый такой пик рекрутинга. Если вы его хорошо отработаете, то все ваши звания по осени вам очень-очень хорошо воздадутся. Потом у нас идет лето. Очень многие говорят о том, что лето – это не время роста. Летом невозможно расти, но у нас есть пример для подражания, который летом тоже рос. Лучше маши рукой. Никогда не слушайте тех, кто говорит, что нельзя расти зимой, потому что там праздники многие отдыхают. Нельзя расти летом, потому что многие на моря уезжают, кто-то отдыхает по курортам и так далее. Вот живой пример, который летом тоже рос. Поэтому, ребят, все зависит от вас. Расти можно всегда и летом, и осенью, и весной, и зимой. Поэтому, как вы отнесетесь к своей работе, как вы отработаете, так оно и будет. Если вы эффективно поработаете зимой, весной, летом у вас будут высокие звания. Если вы весной, летом поработаете, осенью будут хорошие звания. Если летом, осенью, то будет зимой. Вот, смотрите, Яна тоже в 12 открыла летом. Все возможно, ребят, главное – работать. Нет ничего невозможного. В чем же суть бизнеса? Я хочу, чтобы вы, как менеджеры, уже несколько глобальнее смотрели на суть бизнеса. Это не просто правило 3П, да? Это не просто организация какого-то товарооборота. Это организация большого товарооборота, многомиллионного товарооборота путем построения партнерско-потребительской сети. Товарооборот директора начинается примерно в 220 тысяч рублей. Одному уже это точно не создать. Для этого нужна огромная команда. И чем выше ваш товарооборот, чем многомиллионнее ваш товарооборот, тем больше ваш доход, и тем быстрее растет и эффективнее растет ваш бизнес. Поэтому, ребят, настраивайтесь не на 220 тысяч рублей товарооборот, а на многомиллионные товарообороты для того, чтобы ваш бизнес рос стабильно, эффективно и так далее. И второе направление, про которое мы не говорим новичкам, где-то мы про это затрагиваем, но вот так вот не настраиваем. Ребят, еще ваша основная задача – это выращивание директоров. Не просто поиск партнеров, которые будут организовывать ЛТО, которые будут рекрутировать. А вот ваша задача – найти директоров, вырастить их. Потому что как только начнут ваши люди зарабатывать, а директор – это минимальная ставочка, с которой ваши люди начинают зарабатывать. То, что ниже, 5 тысяч рублей, 10-15 тысяч рублей – это все-таки деньги, которые можно заработать на наемной труде. Если вас интересует доход 20-30 тысяч рублей, можно хорошо поискать, найти там менеджером пойти, продавцом-консультантом 2 через 2 пойти. Можно там старшим менеджером пойти, в какой-то офис поработать. Можно на 2 работы устроиться и зарабатывать эти деньги. Но в нашем бизнесе это минимальная ставка. Ребят, ниже звать людей вообще нереально. Да, то есть. Куча наемной работы, где можно зарабатывать эти деньги. А вот с уровня директора, когда уже… Знаете, директора зарабатывают по-разному, в зависимости от того, сколько у них веток. От 20 до 35 тысяч рублей. Если совсем 2 веточки и все, то доход, естественно, пониже. Если 3 веточки, 4 веточки, доход, естественно, выше. Поэтому слушаем спонсора, ходим на школы маркетинга и особенности построения структуры отрабатываем, запоминаем. Так вот, наша с вами задача из вот этих даже бизнес-партнеров не секрет, что не все бизнес-партнеры станут директорами. Такой яркий пример, да. Я вообще в Молдове начала работать, знаете, это была судьба, наверное, такая. Мне пришла регистрация, я не работала целенаправленно там, мне пришла регистрация из Молдовы. Я зарегистрировала, думаю, ну все, работать там не буду. Ну что такое одна регистрация, что заморачиваться, да? Потом решила, что если придет еще одна регистрация, то придется мне уже начинать работать в Молдове. И следом, буквально там на следующий день, там долго я не ждала, пришла еще одна регистрация. И мне уже, знаете, пришлось начинать работать в Молдове. Вот иногда вам тоже приходит регистрация там из Украины, из России. Еще, ребят, не игнорируйте, это вот знаки вселенной, да? Вот, я начала работать, у меня появилась девочка, которая вышла на 12% и бросила. Да, то есть, казалось бы, ключевой партнер, человек, который делает и ЛТО, и рекрутирует. Вот, видишь, мне же это знак. И рекрутирует, и у нее и хорошо шли регистрации, она прекрасно росла, да? То есть, очень быстро она вышла на уровень 12% и перестала работать. Да, потом появилась Оксана, которая тоже активно работала и пропала. И только потом появилась ЛЧ, причем я ее лично не приглашала. Ее вот пригласили другие партнеры. Ребят, я к чему это говорю? К тому, что не важно, кто человека пригласил. Вот Миша правильно делает. Не важно, что их регистрирует Яна, он ко всем добавляется. Миша, молодец. Потому что люди должны знать, к кому им можно обратиться. Вот, и ваша задача найти директора, даже если его пригласили не вы. С каждым человеком общайтесь, как с вашим будущим директором. А дальше они уже сами себя отсеят. То есть, вот эти девчонки, которые остались выше, они сейчас на 22%. Но даже директора они не открыли. Хотя у них есть директорская ветка. Казалось бы, строй вторую, и ты в шоколаде. И поэтому ищите лидеров, ищите. Возможно, как в примере с Яной. Яна зарегистрировала человека, но вот где-то не цепанула его. Вот он где-то ближе студент может быть, молодой человек. Ему вот как-то с Яной не очень комфортно общаться. Но Яна мама в декрете. Он скажет, ну я же не мама в декрете, что она мне может научить? А когда к нему добавляется Миша и пишет, что там, я вот уволился оттуда-то, я вот серьезно настроен на свой бизнес, обращайся ко мне. И, возможно, завяжутся уже совершенно другие отношения, и человек скажет, слушай, ну а чем я хуже? Я тоже хочу уволиться, я тоже хочу работать. Я тоже понимаю, что это не просто женский бизнес. Смотрите, сколько здесь мужчин, и я буду активно работать. Это очень важно. Поэтому в глубину тоже работаем. Наша с вами еще задача – создать независимый автономный бизнес. Ребята, как вы считаете, возможно в нашем проекте создать независимый автономный бизнес, который будет работать без вас? При каком условии это возможно, ребят? Вот возвращаясь вот сюда, да? При условии, что у вас есть директора в команде, вы только при этом условии, у вас создается независимый автономный бизнес. Когда вы можете уйти, вы можете где-то отдохнуть, вы можете вообще в принципе больше не работать, а ваш бизнес будет расти. И чем больше директоров у вас будет в глубину, тем стабильнее и быстрее будет рост. Здесь говорю именно про стабильность и про глубину, ребят. Потому что если у вас один директор в глубине – это одно. А если у вас там 4 директора, даже если один кто-то по каким-то причинам выключится, остальные 3 будут активно работать. Поэтому это возможно только в этом случае. Поэтому, ребят, ищем активных лидеров, тех, которые здесь и сейчас, срочно и вчера готовы стать директорами. Только при таком условии ваш бизнес будет стабильным и будет успешно развиваться. Очень важно для менеджеров быть ответственным. Вы должны понимать, что это ваш бизнес, а не бизнес-спонсор однозначно. В последнее время очень редко. Но вот раньше, знаете, наверное, несколько вебинаров мы уже попрофессиональнее ведем, уже и опыта побольше. Раньше очень часто такое слышала, что мой спонсор не регистрирует мне в команду. А вот у меня плохой спонсор. Вот моя ветка растет, а спонсорская не растет. Вот кто слышал такое, ребят, плюсы ставим, кто не слышал, минус он. Мой спонсор мне не помогает. И так далее. Ребят, ну нет у вас спонсора, к примеру. Или вот реально он мне помогает. И что делать? Уйти из бизнеса? Вот нет у вас спонсора. Что вам сделать? Ушел ваш спонсор. Ну вот где-то не потянул, где-то понял, что это не его. Где-то он понял, что ему проще полы мыть, чем бизнес строить в интернете. Неужели вы из-за этого уйдете из бизнеса, ребят? Вон, Миша пишет. Мой спонсор вообще покинул проект. Правильно лезть пишешь. Ты сделаешь это все для себя, а не для спонсора. Совершенно верно. Лучей у спонсора на 9% по-моему бросила. Да, Луч? Вот, то есть перестала регистрировать людей в команду. До этого, честно говоря, не очень сильно регистрировала. Но на 9%, ну 9% это не такой большой уровень, можно вот выйти. Меня, например, спонсор вообще не регистрировала мне людей в команду. и вообще сопровождать и общаться со мной, как с лидером, она перестала с 12%. И что? Ну, бросили? Нет. Вот. Поэтому, ребята, вы должны понимать, что вы строите этот бизнес для себя. Если вам спонсор помогает, все супер. Вы молодцы. Здорово, что у вас есть команда, и спонсор вам помогает. Если нет спонсора, ничего страшного, ребят. Вы уже на 9%, вы самостоятельный лидер. Вы можете самостоятельно построить свою команду. Да, вы можете взять ответственность на себя и вырастить команду еще быстрее. Да, на первых порах вы будете медленнее расти, потому что если вам помогает спонсор, вы до 9-12% очень быстренько выходите, согласитесь со мной. То есть регистрациями вам помогает, и вы потихонечку выходите на этот уровень. Не всегда дорастая мозгами. Но если вы берете ответственность самостоятельно, то за это время вы вырастаете мозгами не до 12%, а минимум до 15%, потому что вы самостоятельный лидер. И вы уже активно включаетесь. Да, вам немножечко тяжело до 12% уйти, но потом вы поедете как на лыжах, потому что потом у вас уже будет налаженный и рекрутинг, и хорошее взаимоотношение с вашими бизнес-партнерами нижестоящими. И вы уже начнете ехать быстрее, чем до этого. Вот такие перекосы бывают иногда. Вы должны понимать, что это прежде всего бизнес, ребят, не хобби. Хотя мы иногда и займем на работу в интернет. Вы уже как менеджеры, как взрослые ребята должны понимать, ребят, что все-таки у нас не работа, нам не платят за выполненную работу, там помыли окна сегодня, завтра заплатили. А потом уже понимаете, что это бизнес, на который нужно поработать, нужно вложить время, нужно вложить себя, свои силы, свои знания и не относиться к этому как к хобби. Сегодня занимаюсь, завтра нет. Сегодня работаю, завтра нет. Сегодня я часик поработаю, завтра на диване полежу. Или, знаете, иногда еще такое бывает. Я вот вчера 4 часа поработала, сегодня часик поработаю и отдыхаю. Все, я уже устала. Или у меня есть партнеры, пусть они работают. Тоже такой вариант есть. Про то, что я говорила, да, если нет спонсора, если спонсор не регистрирует, уйти из бизнеса? Ну нет, да. Нужно взять на себя ответственность и понимать, что если вы хотите изменить свою жизнь, если вы готовы для этого работать, именно вы готовы работать, меняться, то все у вас обязательно получится. Дальше. С уровнем 9% 150 бонус-баллов – это обязательно. Ребят, хотите работать бесплатно, можете продолжать дальше работать. Да, наш бизнес не заключается в больших заказах. И не нужно гнаться за большими заказами. Ребят, счастье не в больших заказах. Если вы делаете там 200, 300, 400 бонус-баллов. Ребят, я вот снимаю шляпу перед вами, но это не всегда хорошо. Это не всегда показатель стабильного роста и стабильного вашего бизнеса. Есть моменты, когда много продается. Под Новый год, под праздники, под 8 марта, например, когда это продажные каталоги, и когда можно сделать и 300, и 400 бонус-баллов, не очень сильно напрягаясь. Но это не показатель. Вы можете очень быстро выйти на 9% за, например, за 17-й каталог, а в первом даже на 6% не выйти, потому что ваши продавашки, они сдулись, потому что, ну, не продажный каталог первый. Согласны со мной, ребят? Поэтому научились делать 200 бонус-баллов, ну, 150-200. И больше не нужно. Ребят, не гонитесь, не тратьте на это время. Ищите бизнес-партнеров, которые не только в 17-м каталоге сделают свои 150 бонус-баллов или 200, они в первом сделают, потому что они знают, что если они этого не делают, они не получат свою зарплату. Никто не хочет быть волонтером, никто не хочет работать бесплатно, ребят. Поэтому, смотрите, можно иметь 2 продавца, которые делают по 400 бонус-баллов. И вы со своим личным товарооборотом уже на 9%. А можно найти 5 ключевых партнеров, которые делают по 200 бонус-баллов. И вы на тех же самых 9%. Но вот эта структура будет гораздо стабильнее, потому что она вам и в 17-м, и в первом, и во втором, и в третьем, и в любом каталоге, даже в летних каталогах, будет стабильно давать 1000 бонус-баллов. Поэтому, ребят, поймите, что счастье не в больших заказах. Здорово, если они есть. Но если их нет, не нужно расстраиваться. На самом деле, я, например, не очень люблю, когда у меня в команде кто-то делает больше 300-400 бонус-баллов. Потому что сегодня мы поздравляем с новыми уровнями, с 9-12%. Но я понимаю, и вы должны понимать, что в следующем каталоге не будет такого огромного товарооборота. И нужно пригласить не 5 бизнес-партнеров, а 10, чтобы удержать вот этот уровень, который уже есть. То есть нужно поработать в 2 раза больше, чтобы удержать, чтобы не просела структура, чтобы ребята не упали, а то потом будет. Вот я вышел на 12% в прошлом каталоге, а вот в этом каталоге, почему я на 6%? Почему я упал? Чтобы не было вот этих перекосов, чтобы не было расстройств, потому что падать все равно обидно, ребят. Все правильно. Даже если они сейчас не делают 150 бонус-баллов, но готовы их делать со временем, это и есть ключевые партнеры меж. Совершенно верно. Мы просто учимся делать свой план. Есть план 150 бонус-баллов. Все, в принципе, больше от нас компания не требует, ребят. Больше она от нас не говорит, что вы на 12 делаете 200, вы на 15 делаете 250. Есть уровень для всех. Вы зарабатываете 5 тысяч рублей, делаете 150, или вы зарабатываете 50 тысяч рублей, делаете те же самые 150 бонус-баллов. Дальше. Делимся своим способом, как мы организовываем личный товарооборот. Миша, ты сегодня звезда вебинара. Молодец. Вижу, что и заказами делишься, и рассказываешь. Очень будем ждать школу от себя по организации ЛТО. Я бы с удовольствием послушала. Обязательно наша задача с вами, как менеджеров, не просто научиться делать 150 бонус-баллов, а поделиться своим способом, как вы это делаете. Некоторые говорят, я покупаю все для себя. Ребят, ну здорово. Расскажите, как вы покупаете все для себя, и что вы там покупаете. Почему вы это покупаете? Как это можно сделать? Можно провести вебинар, как я организую 150 бонус-баллов. Можно там организоваться 3-4 человека и провести вебинар. Разные методы показать. Кто-то продает, про это расскажет. Кто-то для себя тоже про это немножечко рассказать. Кто-то корпоративного клиента нашел, и про это тоже можно рассказать. Если собрать несколько разных вариантов, прекрасная школа, например, получится. Если у вас типанет эта идея, пишите, проведем обязательно такой вебинар. У нас есть школа по ЛТО, у нас есть школа новинок. Ребят, я вот несколько по-другому вижу школу новинок. Мы с вами говорим о новинках следующего каталога. Мне кажется, что там все-таки не хватает вас лично рассказать о любимом продукте. Почему вы им пользуетесь? Почему вы его покупаете? И так далее. То есть вот это тоже можно проговаривать. Особенно те, кто у нас будет вести школу по продукции. Ребят, мотайте на ус, думайте, придумывайте. Школа должна быть интересная, а не просто листание каталога. Это чаты, то есть скриншот вашего заказа. Какими-то вкусными компонентами из этого заказа вы поделились, где-то рассказали, почему вы это купили. Обязательно, что если есть группа продавашки, можете стащить из чатов, что люди покупают, почему это покупают и так далее. И wellness, ребят. Почему все время говорю про wellness и уделяю ему очень много внимания? Очень жаль, что в Молдове с wellness такие перебои. Потому что, знаете, ребят, мыло можно купить у нас, можно купить в магазине, можно купить еще в каком-то другом месте. То же самое с косметикой и так далее. Но вот wellness, особенно если у человека есть результат, если он увидел реальный результат, что от витаминов к тому, перестало ухудшаться зрение, он лучше себя чувствует, я вот не знаю, у нас в России не делают wellness. Возможно, это вот именно связано с тем, что wellness переводят в фабрику, возможно, с этим поставки связаны. То есть еще не наладили должное производство. Но вот если человек попробует wellness, и у него реально будет результат, он не пойдет в другой продукции, в другой магазин. Он будет возвращаться к нему снова и снова. Плюс это, несмотря на то, что по цене самый дорогой продукт, но он самый выгодный. Если мы берем косметику на 100 бонус баллов, это будет где-то 4 тысячи рублей, к примеру. Беру средние данные. А если мы эти же 100 бонус баллов возьмем продукцией wellness, то это будет 3 300, например. То есть и цена выгоднее, чем приобретать что-то другое. У нас вообще есть целые регионы, которые вот только wellness практически покупают. То есть хорошие структуры, которые очень успешно растут, развиваются именно сейчас. Именно на wellness. Потому что сейчас люди как никогда поняли важность здорового образа жизни. И наша компания идет в ногу со временем, пропагандируя красота, как образ жизни. И изнутри и снаружи. Вы заметили, что в рекламе появился и wellness, и батончик, и все остальное, что на здоровый перекус. И много компаний делает в этом направлении именно сейчас. Я же говорю, очень печально, что в Молдове такие перебои, потому что это реально драйвер вашей команды, ребят. Второе направление, в котором работает менеджер. Я вот хочу вас немножечко предостеречь, потому что у меня была такая ошибка. И у многих лидеров в нашей команде я иногда вижу эту ошибку, пытаюсь как-то достучаться, да, не всегда это получается, не всегда меня слышат, ребят. Но рекрутинг – это основа нашего бизнеса. И на 9%, даже на 12%, 90-80% вы должны тратить на рекрутинг. Потому что без этого вы никогда не дойдете до 18-22%. Но, может быть, до 22% вы дорастете. А дальше что? Вы не собираетесь строить вторую ветку? Третью ветку или четвертую? Да, вы можете выйти за счет спонсора на уровень 22%. Вон, как девчонки над лучей. Да, не за счет спонсора, а за счет активного нижестоящего в данном случае. На 22% вы выйдете. А дальше что? Вы не хотите дальше расти? Вы не хотите дальше зарабатывать? Но вторую ветку вам никто не будет туда регистрировать людей, кроме вас самих. Про третью ветку я вообще молчу, ребят. Кто-то мне говорит, у меня столько много новичков, вот я на 9%, у меня 3 человека я сопровождаю. Ребят, на 3 человека – это не сопровождение. Когда у вас 33 человека – это да. Это у вас 50% уходит времени на сопровождение. Но когда у вас 3 новичка, очень легко их сейчас сопровождать. Когда есть готовые шаблоны, когда есть обучающий сайт, когда есть хорошие вебинары, когда у нас есть бизнес-старт, на котором очень много информации. 90% информации у нас содержится в бизнес-старте для новичков. И если ваши новички, даже не общаясь с вами, будут периодически ходить на бизнес-старте для новичков, они поймут и суть бизнеса, и где рекрутировать, и как это делать, и как строить структуру, и все-все-все. Да, именно для этого мы и создали этот бизнес-старт. Но помните о том, что 90-80%, даже на 12% вы рекрутируете. Сначала рекрутинг, потом все остальное. Потому что именно от рекрутинга зависит ваш рост и ваш доход. Понятно с этим, ребята? Должен быть массовый рекрутинг. У нас есть шаблоны собеседования. У нас есть вебинары, как работать с теплым рынком. Но обычно, да, ребята, уже с уровня 9% у вас появляется свой шаблон. Это не значит, что вы полностью работаете как-то по-другому. Бывает такое, что вот работаем, работаем по шаблону. Здесь где-то что-то добавили. Здесь еще что-то добавили, изменили. Здесь по-другому как-то написали. Вот в чате рекрутинг вас скидывает. Скидывайте сами свои переписки. Читайте переписки, которые скидывают лидеры. Вот, казалось бы, одинаковые. Но где-то слово не так написали. Где-то предложение по-другому завернули. Где-то про одно написали, а по-другому написали. И у вас формируется свой шаблон собеседования. И обязательно теплый рынок. Ребят, если вы на 9% не работаете на теплом рынке, вы очень много теряете, ребят. Вы очень много потеряете, потому что этот уровень вам уже говорит о том, что если вы не начали, идите, ребят, начинайте самостоятельно отрабатывать свой теплый рынок, либо тащить на спонсора, если еще сами не очень активно начинаете работать. Почему? Потому что завтра придет человек активный. Скажет, я хочу работать на теплом рынке, мы сейчас про него очень много говорим. И что вы скажете? Я там не работаю, не ходи. И вы потеряете своего директора. Да, то есть со временем найдутся люди, которые готовы работать с теплым рынком и будут к вам их тащить на собеседование. А что вы сделаете? Я не умею работать в теплом рынке. Я не знаю, что там говорить. Ребят, вот ставим плюсы те, кто уже там работает. Кто не работает, минусуем. Знаете, ребят, если вы хотите видеть свой теплый рынок в другой команде, можете не работать. Можете ничего своему теплому рынку не говорить, но потом не удивляйтесь, когда они начнут вас приглашать в свою бедность. Будет очень больно, печально и обидно. Поэтому, ребят, преодолеваем свои страхи. Вы уже менеджеры 9%. Вы уже можете сказать своему теплому рынку, смотри, я уже менеджер 9%. Смотри, у меня уже есть небольшой доход. Смотри, у меня есть команда. У меня такие классные ребята. Как повод обратиться к своему теплому рынку? Слушай, у меня такие классные ребята. Вот они уже активно растут. Я сейчас начну вторую ветку или третью ветку. Хочу начать ее с тебя. Хочу, чтобы ты был моим директором. Хочу с тобой путешествовать на менеджерские конференции, на золотые конференции. Пошли со мной. И отправляйте своих людей потихонечку на теплый рынок, особенно если они активны. Возражения. Ребят, у нас есть подборка книг по возражениям. Кто начал читать? Пишем буковку «Я». Кто начал читать? Кто не начал? Минусуем. Молодцы, ребят. Молодцы. Потому что, во-первых, читая эти книги... Дядь, спонсору пиши срочно. Начни читать книги по возражениям. Во-первых, там... Миша, ты что ж меня так разочаровываешь? Я его весь вебинар нахваливаю. Он книги не читает. Прекрасно, что читаешь, но книги тоже нужно читать те, которые нужны. Для развития личного бренда, скорее всего. Во-первых, читая эти книги, у вас у самих отвалится несколько ваших возражений. Тех возражений, на которые вы сомневались. Вот этих тараканчиков, которые вам еще не дают на теплый рынок идти. Которые вам не дают активно начать людям писать, приглашать их в свою команду. Подобные возражения у вас сразу отвалятся. Скину список книг, ребят. У кого нету, начните читать. То есть вы свои возражения проработаете. И уже со своей командой будете более эффективно работать. Дальше. Делаем свои копилки. Видео-видео, Ириш. Видео прекрасно, но я все-таки, ребят, знаете, есть люди-аудиалы, которые хорошо слушают. Есть визуалы, которые видят и хорошо запоминают. По мне так нужно и тот, и другой канал отработать. Потому что если ты услышал, а еще увидел, а еще здорово, если где-то по метке сделал и записал, то запомнится гораздо быстрее. То есть вы выбираете тот метод, который вам нравится. Я, например, не очень на слух хорошо воспринимаю. Мне нужно прочитать. И желательно не один раз, если какая-то очень важная информация. Дальше. Книги я предпочитаю читать бумажные. Поэтому, ребятки, либо распечатываю, либо покупаю книгу, которую хочу почитать. Дальше. Копилки. Фото и переписки. Ребят, у кого есть папочки на гугл-диске или просто на компьютере, где вы... Ну, с бумажными очень удобно. Можно в маршрутке ехать, читать. И детей, когда я жду, достала книгу и сижу читаю, и глаза не устают. Как с телефона постоянно. И несколько глаза разгружаются, и еще и занимаешься полезными делами. У кого есть такие копилочки, где вы собираете фотографии, переписки, какие-то важные заметки? Есть? Я вот хочу немножечко рассказать. Вот не вставила, да. Я для себя нашла очень замечательный инструмент, который называется OneNote. Такой блокнотик. Почему именно он? Мне в нем очень удобно, потому что туда можно и ссылку на видео включить, и прямо там его проиграть, и фотографию, и заметку, и пароли, и логины, и все остальное. Причем он автоматически синхронизируется, то есть из гугл-диска. Он сохраняет все. И на телефоне его можно открыть, и так далее. Но я его использую не только для этого, потому что просто он очень удобный. Я там открываю, у меня по папочкам, по ссылочкам все сохранено. Очень удобно. Вы можете найти свой метод, какую-то папку, где-то еще что-то. Иногда бывает, новички спрашивают, скинь там ту фотографию или эту фотографию, или ту же самую компанию рекрутинговую, или стартовую программу вы хотите кинуть в чат. У вас все должно быть под рукой. Я быстренько клац-клац, потому что я знаю, где у меня это лежит. Меня иногда спрашивают, ты не путаешься? Ну, нет, не путаюсь, потому что я знаю, где у меня что лежит, да? Где что взять. И у вас должны быть тоже такие копилки. Вы не должны искать там 10 минут на сайт, должны заходить. Здорово, если вы быстренько это делаете. У вас должно быть все готово. Если вы дежурите в чатах, у вас все должно быть готово. Где-то какие-то мысли, где-то какие-то картиночки, где-то еще что-то. Да, вот в Телеграме очень удобно, можно сделать чат сам с собою. Я туда тоже очень много всего накидываю, и ссылки, и все остальное. Причем он не забивает память компьютера, потому что хранит все на отдельном носителе. Очень удобно, быстро туда зашел, все скопировал, все отправил. Переписки, которые вам нравятся, те, которые вас зацепили. Из чата рекрутинга. Ребят, скопируйте себе, чтобы они у вас были. Где-то переделайте, где-то как шаблончик вы используете. Очень удобно. Дальше, ребят, вы уже доросли до такого момента, вы уже взросленькие. Поэтому, ребят, учитесь работать без спама. Учитесь работать так, чтобы люди сами к вам приставали, а не вы к ним. Никогда вы там 10 человек добавили в Фейсбуке и всем написали, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я предлагаю работу в интернет. Активный рекрутинг, он должен быть. Это здорово. И до 18, до 22% и дальше. Если вы хотите делать хорошее, высокие звания, то активный рекрутинг у вас будет всегда. Но настало время раскручивать личный бренд, настало время учиться работать без спама. Вчера, лучше я провела шикарную школу, я немножко опоздала, запись пересмотрю. Периодически меня выбрасывало, но я видела уже запись, есть на канале YouTube, обязательно пересмотрю. Вот, поэтому учимся развивать личный бренд. Ребята, хотите работать, можно, знаете, в звании бриллиантового директора продолжать работать на досках объявлений. И самим приставать к людям, и потом удивляться, почему вам отказывают, почему к вам никто не ходит, почему вот кучи идут люди на личный бренд, а к вам нет. Ответ очень прост. Просто вы его не развиваете. Поэтому, ребятки, у кого еще нет страниц для развития личного бренда, создаем. На него нужно работать, ребят. Минимум полгода нужно работать на создание своего личного бренда. Дальше. Ищем свой метод работать. Знаете, ребят, у кого-то хорошо идет на досках объявлений, кто-то хорошо работает в Одноклассниках, кто-то хорошо работает в ВКонтакте, кто-то в Инстаграме шикарно работает. Ваша задача – найти тот метод, который будет работать у вас. Если у вас работает теплый рынок, ребят, здорово работать и там. Это позволит вам гораздо быстрее выйти на запланированный вами уровень. Если вы хорошо работаете на досках объявлений, работайте там. То есть важно перебрать все методы. Иногда такое бывает, знаете, у спонсора хорошо работают доски объявлений. Он говорит, слушай, я там так классно работаю, пойдем туда. У тебя 100% будет одна регистрация. Вы работаете неделю, две недели, три недели. Результата нет. Вроде тоже делаете то, что спонсор говорит, и объявления такие же подаете, и бизнес-предложения такие же подаете. Но нет у вас результата. Можно продолжать дальше биться об эту стену, и месяц работать на досках, и два месяца, и не иметь результата. А можно сказать, так, что-то мне с досками не очень хорошо, не нравится. Пойду-ка я вот слышала вебинар про рекрутинг в ВКонтакте, например. Нина такой прекрасный вебинар рассказала, пойду я туда. Бах, и у вас получилось. Один день поработали, пошли в регистрацию. Значит, это ваш метод работы, работайте им. Мне нужно возвращаться к доскам, и опять биться в глухую стену. Я, например, не очень с ними дружу. У меня есть люди, которые с досок получают одну регистрацию, и две, и три, и четыре регистрации. То есть, если хорошо работать. Но у меня результата нет. Поэтому это точно не мой метод. То есть, ваша задача – найти ваш метод. И фокус на одну регистрацию в день. Ребят, у менеджера 9-12% уже должно быть две. Если у вас нет еще одной регистрации, значит, вам срочно нужно подтянуть свой рекрутинг. Личный бренд. Как вы считаете, ребят, немножечко уже затронула эту тему. Зачем развивать личный бренд? Вообще он вам нужен? Да, может, мы его в баню. Зачем его вообще развивать? Такое сложное название. Еще и работать на него долго надо. Да, ребят. Да, ребят. Ну, а зачем он вам нужен? Ну, нет его и нету, и слава богу. Все правильно, Ян. Если вы хотите через год, через два рекрутировать точно так же, как сегодня на досках объявлений и еще где-то, можете не развивать. Хотите быстрого результата? Хотите, чтобы люди сами к вам шли? Хотите, чтобы к вам присоединялись лидеры? Изначальные лидеры, ребят. Потому что люди на личный бренд приходят готовые. Они знают, что нужно делать личный товарооборот. Они знают, что нужно рекрутировать. Они знают. Они просто ищут себе спонсора. Вот вы их где-то чем-то зацепили. Они придут к вам. Просто начните развивать. Да, плюс теплый рынок, который мы не отработали. Он придет к вам на личный бренд. Нужны пассивные регистрации? Начинаем развивать, ребят. Обучение. Ребят, как считаете, нужно менеджеру обучения? У нас шикарная школа бизнес-сайл для новичков. То есть мы там 90% информации мы даем там. Потом у нас есть школа партнеров, где мы говорим про рекрутинг, про маркетинг. То есть базовую информацию вы уже всю получили. Нужно ли вообще дальше развиваться? Нужны ли школы? Может, ну вот пустая трата времени. Нафига мы с вами собираемся по пятницам в одно и то же время? На целый час? Иногда бывает больше. Может, лучше это время потратить с пользой какой-то другой? Порекруктировать, пойти ЛТО создавать. Яна считает, что нужны менеджеру школы. Правила 3-х П. Миша считает, что нужно обучаться. Вообще, я считаю, что нужно обучаться постоянно, ребят. Наша с вами деятельность зависит от того… Знаете, недавно услышала на вебинаре. У нас с вами информационная работа, ребят. Наш Астма Ганюшкина Оксана, она говорит о том, что ваш рост зависит от того, с какой скоростью вы передаете информацию. У нас была Наташа Дегарова, Таня вспомнила Наташа Кроткевич Астман. Ее повысили, и Наташин чат прикрыли. И Оксана сделала свой чат в Телеграме. И лидеры из Наташиного чата до чата Оксаны неделю шли. То есть кто-то в первые минуты. То есть увидели сообщение, сразу перешли. Кто-то там через час. Но есть люди, которые уже прошло больше двух недель, которые периодически добавляются, переходя из этого чата. И вот Оксана про это же говорит. Ребят, вот кто как передает информацию, тот так и растет. Если вы увидели и быстро побежали передавать, донесли до своих ключевых партнеров, они точно так же быстро донесли до новичков, то ваш рост будет быстрым. Если вы сами три дня идете, читаете чат, через три дня получили важную информацию, которую нужно было получить сейчас, которая, возможно, уже через три дня будет неактуальна. Например, приглашение на вебинар. Скинули в чате. А вы не читаете этот чат. Через три дня дошли, вебинар вчера закончился. Актуальное сообщение? Неактуальное. Поэтому ваш мозг должен постоянно работать. Правильно Галя пишет. И нужно постоянно обучаться. Потому что даже методы работы, даже методы рекрутирования, они меняются. Если вчера мы называли там «Работа в интернете» странички в «Одноклассниках», то сейчас за это блокируют. А если вы смотрите вебинар, который прошел там 10 лет назад, и называете «Работой в интернете» своей странице, потом идете к спонсору и говорите о том, что «А у меня там ничего не получается, моя страница заблокирована, потому что ваша информация уже устарела». Нужно быть жадными до информации, жадными до обучения. Дальше. Фокус на то, что сейчас нужно подтянуть. Про что я здесь хочу вам сказать, ребят? Если у вас проблемы с рекрутированием, какие вебинары надо смотреть? Вот не идет у вас рекрутинг, но нет одной регистрации в день. Какие вебинары вам надо смотреть, ребят? По сопровождению новичков? Как квалифицироваться на Болгарию? Или какие? Или вебинары по рекрутингу? Конечно, вебинары по рекрутингу надо смотреть, ребят. Не идет рекрутинг. Идем смотрим тех людей, у которых получается. Посмотрели вебинар «Как рекрутировать ВКонтакте». Один вебинар. Домой посмотрели. Нины Адольской посмотрели вебинар. Посмотрели два вебинара, пошли пробовать. Ага, нащупали где-то тот метод, который вам нравится. Опять не получается. Идем в следующий вебинар смотреть. То есть смотрим до того момента, ходим на обучение по рекрутингу, до того момента и пробуем все делать, чтобы получилось. Если не идет сопровождение с рекрутинга, все в порядке. Ну, не идет сопровождение, ну, не работают новички. Что мы смотрим? Мы смотрим вебинары по сопровождению. Понятно с этим, да? То есть, если у вас нет рекрутинга, не нужно там распыляться, идти смотреть, как сопровождать, как регистрировать, как все остальное. Все должно быть там, где надо. Обязательно ходим на планерки менеджера, директора и начинаем вести свои планерки. Кто-то мне скажет, что у меня два человека, мне некому рассказывать. Ребята, у вас целых два человека, а у вас два крутых бизнес-партнера, которым нужно вести планерки. Мы тоже начинали. Я помню, на первой планерке было 4, по-моему, человека. Я, Лучия, кто еще был? Оксана еще на тот момент была и еще кто-то. То есть, 4 человека. И что? И никто не перестал вести планерки. То есть, со временем у вас будет 5 человек, 6 человек, 10 человек и так далее. То есть, о чем говорить на этих планерках? А вот, что не получается, о том не говори. Нет у вас рекрутинга, у вашей команды рекрутинга. Говорим про рекрутинг. С рекрутингом наладили, нет сопровождения. Говорим про сопровождение. То есть, обсуждаем актуальные темы, которые нужны сейчас. Дальше мотивация. Ребят, кто смотрит мотивационные ролики? Есть такие? У меня, например, супруг терпеть их не может. Я иногда сижу там, смотрю там про Болгарию, там про конференцию, про бриллиантовую конференцию, там лидеры рассказывают. Я вот балы мыла, а сейчас я там бриллиантовый директор компании Реплейм. Мне, например, мой муж говорит, как ты смотришь это? Это такой ужас. Это вообще не мотивирует. Меня, он говорит, мотивирует, если я там. То есть, найдите то, что будет мотивировать вас. То есть, периодически просматривайте. Заряжайтесь своими мечтами, делитесь этим с окружающим. Вот, посмотрела вебинар про золотую конференцию. В следующем году я поеду. И про глобальный бизнес. Ребят, вы должны видеть его глобально. Не просто дорасти до директора, не просто до золотого директора, а это прежде всего возможность изменить свою жизнь. Приобрести новый автомобиль, поехать в путешествие, построить свой дом и так далее, и так далее, что это не просто 50 тысяч сегодня, это 150 тысяч завтра, это 250 тысяч рублей в месяц после завтра и так далее. То есть, зависит от ваших амбиций. Вот те, кто сегодня в начале вебинара писал, ребят, золотой директор, ребят, мало для вас золотого директора. Ставьте планку на сапфира. Те, кто писал сапфира, ребят, мало, ставьте минимум бриллианта. Я рада, да, сразу сказала, не пишите директора, рада, что никто и не написал, ребят, потому что это вообще не планка. На год это вообще не планка. Вы можете больше, просто нужно захотеть. Смотрите более глобально на наш бизнес. Договорились? Сопровождение. Почему говорю про сопровождение? Ребят, основную часть сопровождения я хотела написать, постеснялась, Ирка, правильно сделала. Тебе вообще мало директора, Ирка. Золото, минимум золота. У тебя же две ветки, а то, наверное, и больше. Итак, ребят, сопровождение. Почему говорю про сопровождение? Потому что до этого момента все равно три, тем более, Ирка, до этого момента основную часть сопровождения делал ваш высшестоящий менеджер. Менеджер от 12, 15 или по 17%. Все равно, ребят, новички не... Тем более, Ирка, о каком директоре можно говорить, если в планах четвертая ветка? Я вообще не понимаю. С твоим опытом. Ты у нас здорово справляешься с планшетой, вебинары даже проводишь. С какими техническими возможностями, как у тебя. Я не понимаю, кто такой директор в твоем случае. Итак, сопровождение. Теперь ваша задача, ребят, учиться сопровождать ваших новичков. Как я это вижу. И рекомендую вам делать. Регистрация, то есть либо вы, либо ваш новичок. И дальше созвон. Ребят, учитесь сразу хватать новичков горячими. Если это ваш новичок, и вы с ним не созвонились, вам двойка, ребят. Но если это новичок вашего партнера, и вы по-прежнему с ним не созвонились, то вам две двойки, ребят. Потому что вспоминаем про то, что мы ищем лидера, а лидеры будут вас повторять. Если вы созваниваете с его новичками, то он будет созваниваться с новичками своих новичков. Понятно мысль? То есть важно с человеком сразу познакомиться. Иногда бывают такие ошибки. Знаете, ребят, мы с вами как роботы. Здравствуйте, вот, посмотрите первый вебинар про суть бизнеса. Иногда потому, что времени нет. Иногда потому, что с нами так работали. И так далее. Но вот на созвоне важно познакомиться с человеком. Здравствуйте, меня зовут так-то-так-то. Я там мама в декрете, у меня двое детей. А вы чем занимаетесь? С какими целями вы к нам пришли? А чего вы хотите добиться в нашем проекте? И потом только презентации бизнеса. Да? Окей. Вот вы обязательно добьетесь своих результатов, обязательно купите новую машину, обязательно свозите детей на море. У нас все это возможно. Теперь идите смотрите презентацию бизнеса и потом вопросы, которые у вас появятся, мы с вами объясним. Потому что ребят, наш бизнес это бизнес отношений. И если у вас простроены эти отношения с самого начала, вы познакомились, вы расположили к себе человека, то знаете, сделал заказ и не забрал, пообещал прийти на вебинар и не пришел, таких будет меньше людей, которые будут так делать. Потому что они будут понимать, что Галя такая классная, как же я ее могу подвести? Или человек 10 раз напишет, Галя, но у меня не получается на вебинар прийти, пожалуйста, я в записи посмотрю, хорошо? То есть все идет вот отсюда. Много регистрируется людей, но многие уходят вот отсюда, с сути бизнеса. Да? Но если мы немножечко с вами простроим вот эти отношения, уходить будут меньше. Я вам это гарантирую, ребята. Потом дальше смотрим суть бизнеса и опять созваниваемся. Проговариваем про правила 3П, проговариваем про возможности нашей компании, какую цель человек себе поставил после презентации, как понял своими словами в чем суть нашего бизнеса. Потому что, ребят, некоторые смотрят пролистывая, здесь смотрю, здесь не смотрю. Я всегда задаю вопрос, как вы поняли суть бизнеса, в чем суть нашего бизнеса. кто-то говорит, ну, это значит продавать косметику через интернет. Все понятно, что человек вебинар не смотрел. Дальше. Заказ. И потом уже даем задание, проверяем. Не нужно быть постоянно, знаете, дали задание человеку и сидите, ждете, пока он вам ответит. Идите, рекрутируйте дальше, идите еще, ищите компанию этому человеку, второго, третьего, четвертого. Дали задание, проверили, вечером спросили, привет, как дела, ну что, справился, вопросы возникли, трудности возникли, нет. Иногда бывает такое, что мы наоборот, накидываем информации, вот тебе первое задание, вот второе, вот третье, и не ждем, пока человек справится. Он где-то там потонул, уже уплыл на другой берег, а вы его на правом берегу, а он уже на левом ждете. Вот, поэтому даем дозировано. Дали задание, проверили, даем следующее и продолжаем рекрутировать. Если мы не рекрутируем, ребят, ну у вас некого будет сопровождать. Да, я сопровождаю новичков, у меня целых три новичка, но сегодня у вас их три, а завтра ни одного, и что дальше? Да, по статистике из 21 начинает работать. Такая самая плохая статистика. Ну, а если у вас их всего три, и что, даже до 20 не досчитались? Поэтому рекрутируем всегда на первом месте. Дальше работаем с командой. Ребят, учитесь работать с командой. Миша молодец, знакомиться с теми людьми, которых даже регистрируют ему я. так и должно быть. Со временем учитесь проводить собеседование на команду. Это важно, ребят, потому что чем быстрее вы начнете говорить, то новички могут, знаете, попереписываться, новички могут там где-то пообщаться, где-то еще что-то. Ребят, учитесь говорить, учитесь выступать на планерках, на летучках, учитесь выступать на вебинарах, потом учитесь проводить собеседование. Как только вы начнете это делать, вы начнете расти быстрее. Ждем всех на вебинарах, ребят, это важно, это тоже работа с командой. Вспомните, когда вы новичок, заходите на вебинар, а там ведет вебинар ваш спонсор. Ну, круто же! Учимся планировать. Ребят, кто пишет планы каждый день? Причем мы можем миллион школ провести, у Яны прекрасный, вебинар по планированию. Нина нам прекрасный вебинар по планированию вела. Можно говорить миллион раз про планирование, и вы при этом ничего не научитесь. Важно просто начать делать. Цель, план, действие, результат. По-другому не бывает. Не бывает, что вы без планирования, без действий сразу получаете результат, но это утопия. У вас должна быть цель на год, цель на каталог, и цель на день. Все индивидуально. Причем, ребят, не пишите по времени. Я вот не рекомендую писать, с 7 до 8 я там то-то, то-то делаю, с 9 до 10 я делаю то-то, то-то. Напишите просто план действий, план действий, который вам нужно выполнить. Первое, там, порекрутировать ВКонтакте 2 часа, например. Второе, там, созвониться с новичком в только. Там, четвертое, собеседование во столько-то, во столько-то. Вот собеседование, если вы договариваетесь, по времени, все остальное, в принципе, по делам. Сделали первое, зачеркнули, пошли ко второму заданию. Так будет более эффективно, потому что не всегда мы по времени делаем, а потом у нас складывается ощущение, что мы вообще ничего не успеваем. Уже 8 часов я еще не рекрутировала, а вы в это время там уже, возможно, с кем-то созвонились, да? У вас срочное собеседование было какое-то, причем вы сделали там много работы, а в итоге как-то не очень на вашем плане отразилось. Лисан, пишу каждый вечер, на следующий день, еще не вошло в привычку. Молодец, Лясь, обязательно войдет. Привычка формируется в течение 21 дня. Поэтому, ребятки, учимся, учимся планировать, планировать свой день, и потом уже будем учить планировать своих людей. Важно, ребят, помнить, что вы часть команды. У нас с вами командная игра. Я раньше в школе работала, господи, играла в баскетбол. Баскетбол – это командная игра, где одному не вариант выиграть, одному не вариант забить и так далее. То есть, это командная игра из шести человек. И по-другому никак. Кто играл в футбол, кто играл в волейбол, это не единоборство, где ты один. Точно так же и здесь. Ваш результат зависит от того, как отработает команда. Как команда проведет вебинары бизнес-старт для новичков. Как команда дежурный по чату будет вовремя информировать о вебинарах, о акциях и так далее. И вы должны стать частью этой команды, ребят, винтиком от этой команды. Найдите ту нишу, которую вы будете занимать. Классно у вас получается мотивировать людей в чате. Пишите, мотивируйте. Будьте заметны и активны везде. На вебинарах, в чатах, на планерках и так далее. Потому что к вам придут еще более активны, чем вы. Ищите возможности, а не причины. Нет у вас возможности, ой, где-то вы там сегодня, например, едете в машине. У вас есть телефон, ребят, рекрутируйте с телефона. Янка прекрасную школу провела, как рекрутировать с телефона. Не ищите причины. Я сегодня не рекрутировала, потому что я весь день был в дороге. Ребят, напишите в чате. Дорогие мои, я сегодня весь день был в дороге, но с телефона сделал столько, что у меня регистрация. И у вас будут точно такие же люди. Будьте позитивны, делитесь тем, что вы имеете. Ребят, получили какую-то информацию, нашли какую-то фишку, поделитесь в чате. Потому что вы получите в 100 раз большее. Вы поделитесь одной идеей, прилетит еще 10 сверху. То есть это уже будет 11. Возможно, чья-то идея у вас тоже щекнет. Насчет своих чатов. Ребят, все круто. Лучеев в прошлый раз говорила, чаты с 12%. Свой личный чат менеджерский в 12%. Но еще хочу сказать такую маленькую вещь. Ваши чаты не должны быть просто, знаете, перекопированием информации из общих чатов. У нас есть чат новичков, в который мы кидаем информацию. Так вот, если вы уже взялись вести чат свой в 12%, вы там главный, вы там начальник, все супер, они вам нужны, потому что вы для своего чата проводите планерки и так далее. Но, ребята, он не должен быть чатом, куда вы просто копируете информацию из общего чата. Он должен нести какой-то смысл. Вот какой смысл у вас в этом чате? Вы делитесь своими шаблонами. У вас чат просто для того, чтобы сделать созвон в этом чате, например. Либо вы там команду сплачиваете, вы их знакомите между собой. Смотри, Маш, вот парня зарегистрировал в твою команду, знакомый, то есть такое командообразование. То есть у этого чата должен быть свой смысл. Если вы просто оттуда берете информацию из чата сопровождения, из чата на Вичхо, из чата вы активировали свой бизнес, просто берете оттуда информацию и добавляете в свой чат, то вам он не нужен. Вот просто он вам там не нужен, потому что человек эту информацию уже получил в другом чате. Поэтому, ребят, с разрешения спонсора, с уровня 12%, делайте. Но помните про смысл этого чата, для чего он там нужен. Поговорили, да? Еще немножечко про чаты. Зачем добавлять людей в общий чат? Вот я добавил в свой чат, менеджер 12%, зачем его в общий чат добавлять? Смотрите, ребят, у нас есть бочка с огурцами, с солеными огурцами. Если мы сюда положим свежий огурец, что с ним будет? Как вы думаете? Вот в бочку с солеными огурцами мы положим один свежий. Только нашли на грядке, насорвали и кинули в бочку. Что будет с этим свежим огурцом? Он тоже станет соленым. Совершенно верно, ребят. Поэтому чем больше людей в чате, тем быстрее ваш новичок просолится идеями, мыслями. То вы один справку со своими доходами скинули, а то 10 справок прилетело. Смотрите, у нас 13 человек на вебинаре. И если все 13 скинут свои доходы, да, на 9% небольшие доходы, но они уже есть. Если Яна напишет, блин, у меня так классно, я мама в декрете, но вот такие деньги зарабатываю, я мама в декрете, но я так и с детьми, и вот на вебинаре, и вот я там на конференции была, и вот здесь, а потом еще Галя добавит, а потом еще кто-то, то новички быстрее включаются в работу, ребят, они понимают, что все эффективно, что, знаете, не один я такой дурак, да, мужчин, смотрите, с каждым разом все больше, и они лучше остаются, потому что в команде есть мужчины, что, оказывается, бизнес не для женщин, оказывается, я не один такой дурак, смотри, у нас мужчин сколько, да, мамы в декрете, да, смотри, сколько мам в декрете, если у них получилось, у меня тоже получится, поэтому общие чаты, они важны, не пренебрегайте ими, договорились? Немножко про стадии развития, ребят, их проходят все, вам важно их запомнить и говорить про это своим новичкам, первая стадия, вы работаете, но никто не регистрируется, делаю, 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 результатов нет, вроде прошли. Следующая стадия, да, регистрируются, но не делают заказы. Дальше что? Третья стадия. Нет, заканчиваю. Регистрируются, делают заказы, но не регистрируют. То есть, да, уже наши новички пошли по нашему кругу. Дальше они регистрируются, делают заказы, начинают регистрировать, но у них новички не работают. Это нормально, это проблемы роста, ребят, через них все проходят. Регистрируются, делают заказы, регистрируют новичков, их новички делают заказы, но пока у них никто не регистрируется. Видите, это цикличные такие отношения. Их важно пройти, потому что опыт накапливается, результаты накапливаются, и все у вас обязательно будет. И важно понимать, ребят, этапы развития лидера. Вот это этапы, через которые вам необходимо пройти. В первую очередь научился сам. Научился сам, что нужно сделать. Научить другого тому, что умеешь сам. научился сам делать 150 бонус-баллов, научил свою команду делать 150 бонус-баллов, научился сам рекрутировать, научил свою команду рекрутировать. И третье научить другого, обучая других тому, что умеешь сам. То есть вы своих партнеров научили вот этих. И ваша задача научить их научить уже вот этих. Понятно с этим, ребят? Не запутала? Наш бизнес с вами система дублицирования. Мы ничего не учим сверхъестественного. Мы ракеты не учим в космос запускать. Мы учим людей делать то, что умеем делать сами. Очень все легко, очень все доступно и понятно. Вот. На сегодня все, ребят.